Добрый вечер, дорогие друзья! Можно сказать, заместитель была с мячом. Снежана Кулькова посылает мяч на половину поля Рыгбинного клуба по Волжи. Это и в большом рейкбе в пятнашке, как хорошо в раках на земле борются москвички. Это приносит на свои плоды. Есть первая попытка в этом матче. Счет без изменений. Вот повтор этой попытки. В короткую сторону разыграли все москвички. Сначала они хорошо поборолись на земле. Сделали несколько фаз-атаки. И дальше уже на руках решили судьбу этого эпизода. У нас благоразумно очень хорошо бежит. Сейчас ее абсолютно ждем чего-то необычного от сборной Москвы. Дальше в руку. И здесь сама-сама идет 23-й номер. Передача. Пытается там опять разумно разобраться. Вновь возврат мяча. И у нас все это дело заканчивается еще одной попыткой. Хорошо так потренировать игры на бой. Ударов на воротах сегодня. Ударов на воротах сегодня еще не раз и не два. Повтор этой попытки. Но если Москва темп не сбросит, ну, в субботу, видимо, и в финале против ЦПСК. Еще одна команда, которая не проигрывает. У него скакает соперниц. Ну, влево нужно играть. Там преимущество есть в игроках. Еще один пас на край. И здесь все читалось, что закончится попыткой. Абсолютно точно. Повтор этого заноса. Быстро распорядилась мячом. Влево. Дальше. И хорошая передача. Вот 16-й номер. Здесь не пожадят, что у нас Елена Лобачева, которая выступает на позиции столба. Игра, как первая линия. Да нет, а что свистеть. Москва забирает мяч чисто. Дальше. Хорошо в руку. Ой-ой-ой, какая ловля. Здесь по маникюрам ловит эту передачу. У нас Полина Кузнецова прям ноготками хватает мяч. Повтор этой попытки. Конечно, красивая передача. Получилась Соболева отличная. Пас дать в руку. И разбирается с Лоблей. Полина Кузнецова. И в итоге это коридор для сборной Москвы. Потому что мяч уходит после касания врага положения за пределы поля. Но этот коридор мы не видим, потому что арбитр свистит и отправляет команды на бережу. Попили водички. Послушали друг друга. И тренера команды. И возвращаются на газон стадиона Слава. Где продолжается у нас женский чемпионат России по классическому рейк. Повторюсь, непривыкленно к этой дисциплине. Но и здесь быстро адаптируются девушки. И в случае выхода его вау. Ты разыгрываешь коридор с места выхода мяча. Либо ударик поворотом. Ой, какой ложный пас. Шикарный. Ну и все. Села у нас здесь на мопед. 14 номер Надежды Медведева. И уехала от всех своих соперниц. Красиво нырнусь в зачет. Который бьет клуба по Ложи. И видит даже как подставки в регби меняются. То есть лет так 15 назад все били с более низких подставок. Вот повтор движения. Вот Надежды Медведевой. Шикарный проход. И хорошо, конечно, движет Медведева. Ложное движение. Так часто бил и через все поле, значит, и летал. Быстрый розыгрыш этого штрафного. Вот сборные Москвы. Пас в руку. Огонь, как говорится, в регби. И сейчас есть попытка от 24 номера. В большом женском регби. Вот если смотреть на реализацию, все тяжело попадать в девушку. Сила удара не такая, как у мужчин. Здесь понятно, что реализации разбиваются на Мологорешек. Но вот здесь никто не догнал Волкову. Хорошо летела она в зачет своих соперниц. Другие французские клубы будут. Ну, в общем, на славе рейкбер любят. Надеемся, что здесь видео никуда не денется. Это, конечно, большая загадка для всех любителей регби. Но в тем временем Москва бежит вперед. Ох, какая скорость. И это третья попытка от Полины Кузнецовой. Шикарный проход. И Кузнецова бежит. И так все получается. Повтор этого заноса. Очень хорошая скорость от Полины Кузнецовой. Вот, шикарный, не догнать. Ручки она расставляет и направо, и налево. Есть рак, есть сохранение мяча. Может, через нападающих будут москвички действовать. Вот так вот по-простому, ненудростая лукава. Добираются они до зачетка своих соперниц. И вот подхватывают его. И Лубачева вырывается до зачетка своих соперниц. И себе было не остановить. Хороший выход мяча. Ох, здесь пошла, пошла Кулькова. Бежит вперед. И Кулькова каким-то чудесным образом сейчас должна оказаться где-то на краю зачетки. Нет, все-таки ее ловят в последний момент. Соболева хорошо освободила руки. Очень грамотное решение. Но вот Соболева молодец. У нас реферис смотрит на часы. Видимо, там еще где-то минута другая затерялась. Вот блестящий проход. Снежана Кулькова хорошо бежит, быстро. И дальше там все-таки оказался игру. Вот 13 номером в защите. Виктория Синицына хорошо отработала. Но дальше уже темпом, быстрым темпом. Хороший подъем восьмого. Ой, здесь нужно было ловить мяч. Не получается сделать Медведева. Играет она вперед. И на этом встреча завершена. Сборная Москвы уверенно выиграет у Рубинного клуба по Волжинам. С счетом 49-0. И отправляется в субботний финал.